Возможных поставок оружия на Украину. Во-первых, по нашим данным, это оружие уже поставляется, и здесь нет ничего необычного. Во-вторых, я глубоко убеждён в том, что кто бы и какое бы оружие не поставлял, в зону конфликта всегда плохо поставлять оружие, но в данном случае кто бы и какое оружие не поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. Это неизбежно, потому что у подавляющего большинства военнослужащих вооружённых сил Украины, по моему убеждению, нет никакого желания участвовать в братоубийственной войне, тем более вдали от своего собственного дома. А у ополчения Донбасса есть большая мотивация защищать свои семьи. Ведь всё, что сейчас там происходит, связано только с одним – с тем, что официальные киевские власти, хочу это напомнить, в третий раз приняли решение о начале боевых действий и применении армии. Сначала это сделал господин Турчинов и сдал соответствующий указ о проведении так называемой антитеррористической операции. Потом президент Порошенко принял решение взобновить боевые действия. И вот теперь в третий раз. Этому не будет конца, если люди, которые принимают ответственные решения, не придут к выводу о том, что решить эту проблему военным путём невозможно. Можно только мирным, можно только договориться с частью своей страны, обеспечить их законные интересы и права. Субтитры создавал DimaTorzok